В этом году День города отмечается в особом формате. В Центральном парке культуры и отдыха на протяжении четырех дней проходит фестиваль русской культуры. Пойдемте посмотрим, что организаторы подготовили для жителей. Основная идея фестиваля – поддержка друг друга в наше неспокойное время. На протяжении всех четырех дней принимали гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. Волонтерам удалось собрать несколько тонн продовольствия, одежды, предметов личной гигиены, школьных принадлежностей. На фестивале русской культуры ДК округа рассказывали об обычаях и быти наших предков. Щелковский и Фриановский музеи организовали площадку исторической реконструкции, посвященную XII, XIII и XIX векам. История, которая живет в музее, она вот иногда может оживать и выходить на улицу, превращаться в живую историю, открытую для людей. Мы здесь готовим чай в стиле, усадебном таком стиле XIX века. Также мы проводим набойку, рассказываем, как наносили рисунок на одежды средневековья. Большим спросом пользуется наша фотозона, на которой можно помелить кольчугу, подержать шлем в руках, посмотреть, как он много весел, взять меч, топор и сфотографироваться на прекрасном троне. А на площадке городского дома культуры Заречной каждый желающий мог поработать на ткацком станке, чтобы внести свой стежок в ковер дружбы, а также освоить роспись по дереву и изготовить оберег. Мы тоже попробовали плести на ткацком станке. И теперь вы видите, что у вас образовалось два ряда, вот этим челноком, такой большой иголкой, вам нужно поближе к бердо продевать, да, совершенно верно, так, чтобы попадала верхняя, нижняя. В ковре дружбы теперь есть и целый ряд от щелковского телевидения. На фестивале русской культуры жители и гости округа могли освоить и другие техники, например, тиснение по коже и создание необычных украшений. Урожай, цветы, домашние заготовки. Плоды своего труда представили земледельцы. Мы решили провести конкурс-фестиваль «Мой сад, мой огород». Ну, понятно, что много наших ветеранов, которые занимаются приусадебными участками, кто-то выращивает лимоны на окне, на балконе там. Я знаю, огурцы даже выращивают на балконе. Они общественно активные, они патриотически активные, они ведут постоянную работу в своих микрорайонах. А сегодня в честь праздника, в честь дня города ветеранская организация решила еще и показать, на что способны наши ветераны в домашних условиях, то есть их хобби постоянно. Это, конечно, земля, это, конечно, выращивание любимых цветов, выращивание любимых овощей, фруктов, это делать заготовки на зиму. Это то любимое дело, к которому наше старшее поколение привыкло десятилетиями. Всех участников фестиваля «Мой сад, мой огород» отметили грамотами и призами. А фермеры из Можайска организовали живой уголок. В специальном загоне гуляли куры, овцы, бараны, гуси, кролики и свиньи. В этом году очень классный день в городе Щелково, потому что много интерактива для детей, и животные, и кузницы мы видели, и как стеклянные бусы делают, и даже взрослым было интересно. Мой сын фанат всяких рыцарей, доспехов, ему было очень интересно посмотреть на то, как создается кольчуга, подержать настоящий меч и даже одеть шлем. Для юных гостей праздника Щелковский театр представил спектакль «Маша и Миша». Работала и спортивная площадка. Перед зданием Центрального дворца культуры проходили турниры по классическому и тайскому боксу. Показательные выступления каратистов, соревнования по кикбоксингу и тэквондо. На площадке можно было поиграть в шашки и настольные игры, попробовать себя в дженге, обрести внутреннюю гармонию и равновесие благодаря практике цугун, популярной в буддизме, продемонстрировать меткость дарца или силу в гиревом спорте. Как и задумывалось, день города получился семейным, дружным и патриотичным. Он объединил людей всех возрастов, подарил радость и хорошее настроение. Евгения Корытько, Владислав Преус, Щелковская телевидение.